Какие книги читают на МКС, как проводят спортивные тренировки и какова скорость интернета на станции? Все вопросы о жизни в космосе сегодня можно задавать в режиме онлайн. Телемост с Международной космической станции организован для участников 11-х всероссийских научных чтений имени Академика Королева. Что может интересовать школьников, которые всерьез увлечены аэрокосмической тематикой? Ответы дают Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. Какие вузы вы уже закончили и когда поступал в вуз, вы уже четко представляли и хотели стать космонавтами? Я закончил Ленинградский механический институт, сейчас он называется Батрескому государственным техническим университетом. И действительно, не только когда заканчивал вуз, когда я поступал в вуз, я понимал, чего я хочу добиться в жизни и понимал, что постараюсь сделать практически космонавтом в своей профессии. Просьба показать эффект невесомости. Для экипажа нет ничего проще. В космосе каждый человек – акробат. А этот вопрос задан явно неспроста. Судя по всему, интересуется будущий космонавт. У меня вопрос с Сергеем Рыжиковым. В каком возрасте вы всерьез задумывались о профессии летчика и космонавта? О профессии летчика я мечтал о самом раннем детстве. В университете воевал. И в детстве мне приходилось летать. У меня гражданчика народа, конечно, задумывался об этом уже в самом раннем детстве. О космосе я читал много, много мечтал. Но эти мечты были такие, казалось, какие достижения. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Видно, что у всех участников чтений космические амбиции. Живая карта города. Проект с таким названием Кирилл Чуричев привез в Самару из Красноярского края. Ученик 10 класса школы космонавтики говорит, что собирается поступать в ВУЗ аэрокосмического профиля. Какой именно, пока не выбрал. На этой конференции есть возможность и себя показать, и на работы сверстников посмотреть. Основана моя работа на сравнительном анализе этой программы с другими более популярными программами, такие как Google карты, 2GIS, мобильными приложениями, там, Sport Tracker. Мои программы очень большие возможности создавать свои треки, отслеживать, выкладывать в сеть. Со 2 по 11 классы такого возраста участников королевских чтений. Со своими разработками приехали более 200 школьников. Причем в этом году наиболее обширная география участников мероприятия. Это Самара, Липецк, Красноярск, Ярославль и многие другие. Здесь те, для кого 4 дня научных докладов не покажутся скучными. Причем в тематике абсолютно все аэрокосмические направления. А возможно, именно юные ученые рано или поздно подскажут, как решить и многие застарелые проблемы. Люди, для которых космос – это профессия, в этом уверены. Что касается острых проблем, которые сейчас видны, это, конечно, космический мусор и что с ним делать. С каждым годом все больше и больше объектов появляется на орбите. Вот на эту тему было бы неплохо послушать, что могут предложить молодые участники конференции чтений. Впрочем, самая важная задача королевских чтений, чтобы те, кому уже в недалеком будущем предстоит создавать космические технологии, смогли уже сегодня, со второго класса школы, окунуться в атмосферу серьезной научной работы. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.